Ну что ж, и снова здравствуйте дамы и господа, возвращаемся на вторую карту противостояния Starluck Fly против команды Longinus Longinus в рамках Wildcard Все еще ожидаем какая из команд не пройдет Далее в квалификацию, ну что ж ты будешь делать Стоило мне только ворваться и сразу же меня дропнуло прям со стадии пикабанов Но это Китай Что поделать Да, и первая карта довольно уверенная была за командой Starluck Посмотрим сейчас, как будет всего второй Вот, ну и у микрофона по-прежнему, конечно, работают для вас Lost и Gem Так, ну что, пока что Бенти и Берсо Отвечают не к Сассасинам и Дизрапторам Точнее, да Вот, и ожидаем предпоследний бан Сейчас посмотрю, что у нас параллельно там происходит по матчам, чтобы дать полную информацию для всех ценителей Так скажем Вот, у нас получается, что пока что Пока что, пока что Параллельно Параллельно должны были играть Blaze Пока нет просто результатов Я так понимаю, они играют с командой UKW Вот, UKW сегодня выиграли У TNT как раз-таки 2-1 TNT обыграли Лонгиус со счетом 2-1 Угу Но Лонгиус обыграли Blaze Ну, в общем По идее-то Получается, что Что, по идее-то UKW должны Blaze-то обыграть Но Это, возможно, особо-то не отразится на Состоянии этого Wildcard Потому что Blaze пока что Ни одной карты Ни одной серии не выиграли Мы видим, что у них счет 0-2 И они явно фаворит на выбывание Потому что, опять же, напоминаю, что из 5 команд 4 пройдут точно дальше В квалификации А, из квалификации они попадут потом на На-на-на На промоушен А из промоушена Одна команда попадет уже на мейн-ивент Вот Как-то так Александр Да Вы знаете, какое бытует мнение У наших памперов По поводу По поводу Разора и Тимбера Нет Поделитесь со мной Если есть такая возможность Разор приходит на легкую линию Если будем плюс один гонять Тимбера М-м-м Это верно Только у Тимбера есть множество способов, как Сделать так, чтобы Разор его не бил И потом, когда Тимбер набирает левел Ситуация меняется Тимбер вместит Разора А Разор ничего не может сделать Тимберу 5 секунд remaining Поэтому 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 Лонгинус Нужен хотя бы один герой Который реально Месят Тимбера То есть вот Дизраптор Никс И Дарксир Они, конечно, хороши Но если Тимбер собирает пайп Они уже не так хорошо его пробивают И поэтому нужен просто Магический убийца Естественно Намекая на УД Да, УД Это первый, кто приходит на ум Я уверен в чем-то, что его забанят УД Если не УД То еще Неплохо смотрелся бы герой А-ля Некрофос И Лишрак Оба имеют Магический урон Оба хороши Против лансера Особенно Лишрак И при этом Оба могут Подтягаться и с Тимбером Ну, это два варианта Которые самые-самые-самые На центр для Лонгинус Да, а Старлак Тем временем забрали себе Пэлла Покажут, наверное, как надо с ним играть Ну, Разор пока никого не контрит Бегает за Пэллом Там попробуй найти настоящего Бегает за Тимбером Тимберу пофигу Ну да Как бы от того, что у него высасывают урон Да ему все равно Так еще не ясно на какую Куда отправиться Рейзер На легкую Или в мид стоять Вот в чем проблема У нас получается В миде ему некомфортно В миде ему некомфортно Закрывающие для Лонгинус Поэтому они могут Как угодно здесь сыграть Отталкиваться уже От ласпика команды Старлак В миде ему слишком некомфортно Он туда приходит Стоит И ему Ну, как бы ему сложно Высасывать урон Потому что приходится Собегать за жертвой Под вышку Многие пользуются тем, что Вышка стоит рядом Иногда, когда он пытается Бить стычек Противники стоят на хайграунде Выходят миссы Именно по этому разору Комфортнее всего Стоять на легкой линии Где прямо вот Под своей вышкой Начинаешь высасывать урон Ну, набегаешь уже Довольно противника И доносишь слишком много урона Интересный бан эсэфа Ну, центральная Но с когами Клокверка стакается Тоже неплохо То есть могли забрать Интересный бан эмбра Эмбр спирита Они опасаются Типа думают, что он тоже Да, он магия И он тоже ауе Но с тимбером у него проблемы Ну, Пейла По крайней мере Могут пробивать Багатара скинь будет Да Это правда Да Но если все будет Как в прошлой карте То Артефакты Очень быстро Могут появиться у Пейла Если опять Дарксир Там будет забегать Умирать Так Ну и последний пик Нужно что-то на мид Куин 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 Сильна против Рейзера Но Ей могут Ей может объяснить Дизраптор с Никс Асайсеном Если она успевает Собрать блокимбар Первым или вторым слотом То Ей ни один герой Ничего не скажет Она Спокойно убивать Дизраптора Вместе с Никс Асайсеном Потом переключаться на остальных Мне кажется Все равно Рейзер Могут сейчас отправить В мид Сейчас уже не лучшая идея Без шансов В мид пойдет Вот этот парень Который почему-то Опять уходит на ласт пик Они вообще его не любят Именно вот эти ребята Странно В каждой игре Драгонайт Ласт пик Вот И Сверху Слабый пик То есть Единственный какой-то шанс Это Драгонайт Под читом Дарксир Идет и снова болит А так Клопа покупает ВКБ Убивает двух суппортов Лансер Бьет только ДК Но форма есть Далеко не всегда И Не решен вопрос с Тимбером Тимбера После покупки Худа Сложно Убить Потому что Большая часть Большая часть Магического урона Нивелируется Худом Вот И получается Единственный урон Который неплохо Пробивает Тимбер И Аутсайдер Вообще В целом Этот Увлекательно Увлекательно Невероятно Что еще сказать Интригующе Интригующе Мне кажется Уже каждый зритель Хочет знать Кто Самая Слабая Самое главное Очень важно Понимаешь Это основные параметры Я считаю Да Самое главное Знаешь Что По-моему Кто бы не прошел Дальше Все равно Там Чемпионами Будут вичи гейминг Или кто-либо еще Ну там такой Плотный состав Но это Нужно еще дойти Там Помимо того Что ты попадаешь Квалификации Тебе нужно еще Попасть В промоушен То есть Ну такой Там И в квалах Ребятки Не слабые Насколько я успел Посмотреть Поэтому Шансов Ну не знаю Пока Старлак на самом деле Достаточно неплохо играет Может быть Какие то шансы будут Но По другим командам Такого и не скажешь То что мы видели На второй серии Там просто забей сегодня Что происходило Просто забей Так Что у нас получается Семит отправляется Dragon Knight Против Queen of Pain Да Стоять Тройные типы Полетели Даже Четырехкратные типы В сторону Никс Ассасин Интересно Что же он такого и сделал Прям невероятно Он заработал 250 Пойнтов Типов Что-то Мне в этой игре Мне в этой игре Интересно Как Тимбер Будет бороться с Райзером на линии Что он сделает Как он будет Вводить Как он будет Переагривать Это наверное Вообще единственное Чем Меня не торгует Я так понимаю Вард забрали Уникса Судя по тому Что уже Один Крепочек Есть наличие У Бэйна И то что Он получил немножко Экспы Видимо с этим и связано Просто мы Не внесли Я точнее Не успел на это Обратить внимание Ну ладно Просто вот вижу Сентры стоит Невозможно Как раз С помощью него И сняли какой-то Обсервер Ну да ладно Так у нас первая Баунтируна И снизу Забирает Рейзер Тут у нас кстати Забирает Фантомансер Наверху И Старлак Забирает 3 Для себя Одна достается Ребятам из команды Лонгинус Печально для них Конечно А И еще и ФБ сверху То есть 3 баунтируна Плюс ФБ Это начало И чаще Для Бэйна Да Бэйн уже летит вниз Будет помогать Здесь Эмберу Но Ой господи Эмберу Тимберу Тимбер здесь Точнее его будет пытаться А это не Бэйн Это Клок Ой-ой-ой Не вот той цель высасывает урон Не вот той Рейзер Не вот той Фармить будет Тимбер а не Клок Тимберу нужно Дотерпеть до 3-го До 3-го лвла он слабенький Можно пробить Можно даже убить Если он ошибется Но К третьему лвлу Он уже Будет попрощнее Там даже если Рейзер Будет долбить по нему Там Плюс 50 урона Он за счет пассивки Его все равно Вытаскивает Конечно Крипчиков у него будет мало Из-за того что Рейзер Высасывает урон У Тимбера вообще нет урона Но главное на этой линии Против Рейзера Это получение экспы Там 5-й, 6-й, 7-й И дальше уже Под слой рингом Можно фармить нюками Наверху Гоняет Бэйна Под щитками Могут Можно прям хорошенько Сейчас на МПЛ посадить И пробить А можно Ну Бэйн довольно плотный саппорт Сам по себе Может спокойно Еще поразмениваться Как-то Ну в любом случае Бэйл Тоже Может спокойно Крепочков по таврам добивать Второй левел уже имеет Если что Потягивается поближе Да В итоге пробили у нас Иникс Ассасин Он вынужден отсюда уходить Плассочка у него имеется У Бэйна тоже в наличии Поэтому отрегенится В миде ДК себя уверенно чувствует Против Queen of Pain Даже немножко пробивает Кстати интересное начало Пока что с Queen of Pain взят Нету Shadow Strike Что Что нетипично Для Queen of Pain Он просто фармит Просто фармит Скрим Скримами Это билка Когда она понимает Что на Shadow Strike Все равно свою цель Сильно не продамажит Они обычно качают Скрим of Pain Чтобы проще фармить Проще линии толкать И И Потом Ну с руны какой-то Проще убить На другой линии Так у него больше маны На спаум В чего-либо Больше маны На спаум Скрим of Pain Потому что у него В принципе один Используется Вот и тем самым Идет Хорошая экономия Маны Сейчас Strike в этом случае Используется только на единичку Просто для замедления Наверху Бейн сейчас Развалит в соло Двоих Ну не двоих Соло По крайней мере одного героя Практически развалил Выбегает отсюда Никс Ассасин Да XXX здесь конечно Вышел просто На мужчину Один против двоих И ничего не боится И Слушай Просто Опять Пэлл у нас получается На фрифарме По таврам Спокойно все фармит У него уже два колечка Регена много И Подходит пачка крипов Еще Удар Да Пэлла в итоге никто не напрягает Ммм Ну классика Те все лигини с Дарксиром Которые обходят за вышку И что-то там фармят Они И конечно же Может быть и работают Но Почти всегда это приводит к тому Что Корп против которого они стоят Имеет Нетфреса больше чем Дарксир Ага Никс красавчик Ну да Заденайлся аптауру У Дарксиром У Дарксиром она заканчивается Бутылочку Ну Никс в итоге Возвращается Обратно наверх В принципе как и Бэйн Ну а Дарксир продолжает Своё ремесло Забегая здесь За тавр и просто паром крипов Есть подкоп Нападение на Бэйна Курьера можно было забрать Мпл Заберёт ли Да забирает Курьера Сюда перетянулся Клокверк Пошли батареечки Много крипов Правда не знаю что Но Коги удачные Запирают Никс Ассасина Никс Ассасин имеет Мпл Прожимает Крапейс Ну и погибает Соответственно В миде В миде был классный момент Крапейн Билла крипчиков Уже так всех раздамажила Прожила Крапейн Драгонайт Нажёл на фортификацион Засейвил все крипов Потом продамажил Крапейн И Большую часть крипов добил Прошёл Сулу сырну Мадука хороший крипстат Тридцать Один на девять Против двадцать пять на два Да и у него уже есть шестой Клок здесь пока что на миде Аквапа у нас идёт на базу Просто на ноге Пополнять ресурс Да Мид проигран К сожалению У команды Старлак Для них Но У них всё хорошо С другой стороны На лёгкой линии Потом лансер у нас две пятьсот Имеет Да и Квин оф Пейн Не настолько уж сильно просела по фарму Того же ДК За один файт какой-нибудь Можно всё это вернуть Да Да Ну сейчас И будет супер Бескомфортно Ставить против ДК Форма имеется Драгонблод троечку Драгоннайт Прям под вышкой начинает Бить по Квин оф Пейн Прогнать для Драгоннайта сложно Но можно Руна инвиза Так и Драгоннайт продолжает впитывать Семь стиков имеется Бьёт Квин оф Пейн У Куперка очень скоро закончится Никс промазал станом Попрыгает Ииии Бэйн Неожиданно зашёл в спину Убили Драгоннайт Внезапно, да Пришёл сюда Бэйн И навёл порядок Да Четвёртый фраг Заработать В своей команде Оставили пока что Фантом Лансера одного наверху Но Дарксир уже неплохо так начинает выжигать щитами Неприятно Пейла выходить Будет он здесь худ какой-то собирать Или что-то такое Да Да, будет Тимбер более-менее Тайл свою линию У него Ну, разница с Эйзером есть Но небольшая В целом, 250 голды Ииии Он очень скоро 6-й левел Солоринг успел взять Из Раптор второе Мало что сделать Тимберу И вот они пытаются высосать урон А Рейзер подрубает ультиммейт Нужно бимсонуть Не бимсонули по таймамгу, да Только Только Тимбер Успевает Успевает Плазмофил Краешком Плазмофил достал Он мог вообще бежать не в эту сторону То есть, он мог просто бежать вниз Вот сюда Учитывая, что вернулись Ну Не мимо людей бежать А просто пробежать вниз И там сделать тапаут Мог просто сделать тапаут Прямо сразу Ладно Но не сделал Но не сделал Это первый фраг в копилку команды Лонгинус В любом случае Рейзер нормально потратился То есть, он потратил плазмофилд Ульту И статиклинк У него сейчас нет мана Нужно срочно нести Кларити А Кларити он не несет Значит, что у Тимбера как минимум есть Сколько-то времени счастья Да И он будет стоять До следующего ульта Рейзера как минимум А, еще момент неприятный То, что Рейзер потратил То, что у него сейчас Линия пушится постоянно То есть, вот эта пассивка Она постоянно будет пахнет Да, да, да Это уже не раз отмечали Что это Это прям Да Это, кстати, надо как-то изменить Потому что по итогу Все Тимбер падвушка Мы можем получать весь фарм И разорвать Тимбер почти ничего не может сделать Это так же как у ВК Помнишь, раньше была такая же ситуация С его аурой Он тоже не мог Не мог убать Ну да А со многими Раньше с предметами такие ауры были Раньше был, допустим, Базиль там Ты не мог его включить Или там Выключить И поэтому, когда ты гангал Но Базиль мог сыграть тебе в минус Сейчас, кстати, хорошая вылазка На центр идет И, соответственно, многие вот эти вот Спылы, их нужно Дать Дать возможность людям Переключать что-либо Там нападение на Дезераптора Дезераптор Должен погибать Правда Могут подкопать сейчас еще и клокверка Замахивался Несколько раз там Никс Ассасин В итоге еще не замахнулся Теперь в сне Ой Ну тут ДК В форме Да и Черт с этим ДК Посмотри, два фора Бегут за пятеркой Так они сейчас могут еще и не догнаться А они его Они его Убили и Это пятерка Это просто пятерка На которую потратили Кучу ресурсов Единственный плюс Они могут Побить вышку Но Фортификация У Драгонайта Форма Заканчивается Ушку По сути почти не побили А Тиммер На сложной линии Он кайфует Он скоро Аркантапки соберет И Рейзер уже не такой крутой Потому что Вот он пришел Тиммер использовал два спила У Рейзера Минус пол столба Четыреста хп осталось Четыреста пятьдесят Сейчас Тиммер откатывается Тиммер чейнер Да он идет И бьет по Рейзеру Тиммер чейнер Десятая минута Баунти Снизу две Должен забирать Клокверк Сверху две Я так понимаю Заберет Дарксир Для себя Да Ну Самое главное В любом случае Для команды Старлак Это то что Продолжает Фантом Ланцер Фармить и лидировать По фарму у него все хорошо Худ себе уже приобрел Дальше что Диффуза будут Какие то наверное Диффуза Тут Трозор умирает Как у него там Был близок Тебе про вазу Тиммер чейном Бывает Ну щас еще один Так дубль два Тиммер чейн И ульт Ну ка Ну ка Ну ка Ничем не попал Ну ка Ну ка Ну бывает Так едва Да В миде тем временем Попытка была выйти На Квин оф Пейн Но Квин оф Пейн Тоже не удалось Подцепить как то Никс Ассасину Ну а наверху Пл уже вплотной Подошел к Т1 Плюс катапульта Там крипы Наверное Тауэр можно Немножко и побить Три героя команды Лонгинус Не унывают Все еще продолжает Гоняться за Бэйном Бэйн убегает Практически на ХГ Его подкапывают Но урона не хватает Развлекалово По центру Такое Поперку Взять шестой левел И игра наладится До шестого левела Очень трудно Врваться Как раз Можно оставить центр Попросить никому Не мешать Пофаркить Квин оф Пейн Может лесок Подфармить Ииии Лансер Лансер Беги Лансер с худом Молодец Попробуй возьми Его с худом Да Был диффузан Первый бой В фалакрите уже имеется Спокойно улетает Фотом Лансер Конечно игра Не прям идеально складывается Имеется ввиду Начальная стадия Как было в прошлом Например для команды Старлак Но в целом хорошо Конечно есть небольшое преимущество Для команды Лонгин Основное Несущественное В любом случае Фотом Лансер Богатый У нас выходит Достаточно бедный тимбер В этот раз Относительно прошлой карты Пока что не клеится Немножко игра Оффлайнера Ну более-менее Учитывая то Что он стадает против Фрейзера У него пока дела идут еще нормально Терпимо Главное сейчас Переселить себя То есть не ввязываться В какие-нибудь драки Лишние Где его могут убить И просто дофармить худ Худ здесь Мастхэв Он правда другого мнения Он видимо считает Мастхэв В его случае Но Щиток Дарксира И вот это вот Магия Там Импэйлы Брэсфайры Видите Он просто магию убили Вот сейчас Просто убили Одной магии И против того Подобного Нужен Тут Очень много дают Защит Клокверк Чё стой Бэн чё стой Они видят Рейзера Рейзер слишком нагдой Себе ведет Он просто один бегает По вражеской территории Клокверк дает Батариками достает Клокверк Батариками достает Клокверк В них сосайся Если Хотя бы один из этих героев Будет на позиции И допустим Подсейт 2 То Квапу за Сайлендс Возможно и получится Наказать Писает Сайлендж 1 ватт Против подобного типа ДК в это время внизу Врубает форму Возвращает Тимбер Опять Под ультимейт Да Наверное Насчет худа Стоило бы задуматься По хорошему Щитки дарксира душат Щитки дарксира душат Они очень огромно Я же молчу про все эти мелочные уроны, которые импейл, пресс-файр, тандер-страйк, уут, дизраптор. Это все магия. Тут нужен просто худ. Ну, вообще лучше пайп на команду. Да, тавр забирает нас в итоге внизу Т1 и готовы дальше идти, кушать ребят из команды Лонгинус, пока есть форму у Драгонайда, пожали глип фортификации игроки команды Старлак. Ну, а ПЛ себе несет уже диффуза. Ну, неплохо так-то. 15-ая минута, диффуза худ, ПТ-шка. Перемещается вниз и, возможно, даже будет ответное нападение какое-то. Старлак ДК убегает, но его встречает Клоквер, Кукшотом, закрывает флоги, Глимс возвращает Бэйна. Квин оф Пейн получает стан, а вот он и ПЛ уже вгрызается в дизраптора. Подкоп неплохой. Квин оф Пейн ультует, убегает пока что Бендетту, Микс Ассасин, забирает здесь еще и... Дизраптора в итоге минус Драгонайт, минус Дизраптор, Кор, Саппорт погибает у команды Лонгинус, ну и Баунтирунг тоже лежит, который достается игрокам команды Старлак. Понравилось, как действовал Разор и Дарксир. Они просто на морозе пешком отправились сфармить свой лес, они даже не думали идти помогать. И когда хладнокровно убивали их союзников, они спокойно стояли с ультимейтами и фармили лес. Разор прямо сейчас сфармит с ультой лес. Ух уж это там, а миди что-то навещается, закрывает Квин оф Пейн в ультимейт, но не хватает, видимо, урона, чтобы ее забрать. Имеется Блинк, да, она уходит, ее глимсуют обратно, но правда забирают в это время Никс Ассасин. Что-то вроде все неплохо было до последних моментов у команды Лонгинус, пока они не вышли, не попытались подраться. Драки они проигрывают, и мы видим, что это сказывается на экономике, потому что Джаст, господи, Старлак уже в виду 2000 золотых. Забавное было бы название команды, если бы они были просто Джастлак, просто повезло. Что в итоге мы имеем в сухом остатке? Разор пошел, фармит свой лес. Когда Разор просто фармит свой лес против Фантом Лайнсера, можно уже сдаваться Разору. Потому что даже если он фармит 6 лотов, Лайнсер все равно его развалит. И ему нужно логать во вражеские лески, мешать фармить Лайнсера, но не наоборот. Так и есть. При этом ульту он вообще не стесняется нажимать. А тут ответное нападение, врывается Клок, хорошие Коги, Рейзера подловили на лоу ХП. Но дальше не стали давить Никс Ассасин, есть просветка, не попадает под копом. Не было Тимбера в драке. Тимбер себе купил все-таки Сэнш. Очень хочет себе Альбарду. Ну а кого затыкать? Ну тут Рейзер и ДК явные кандидаты. Кто из них опаснее, вот что вам опасно. Ну что-то... То, что они не 100-больцы, скорее всего, очень скоро и что один, что второй будут не очень опасны. У Разорова для такого хорошего старта, который у него было слишком мало, он уже Лайнсеру уступает 2500. 2700, это слишком большой разрыв. Это Разор, которому нужно доминировать по игре, он уже проигрывает Лайнсеру фарт. Ну и подуспокоилась игра, у нас на правый край смещаются карты игроки команды Старлак. Ну, я так понимаю, хотят Тавру забрать или что? Так, как там дела у Фантом Лансера? Уже Яша нарисовалась. Ну, тут все в тайминге выходит для кэри команды Старлак. Ну, если они просто будут фармить, они просто проиграют. Я надеюсь, они это понимают. Ну, вот еще один Смок, вот Лонгинус их встречает, Симберсо в миде возвращать. Надо бы Фантома, Фантома накрывает ультимейтом. Фантома, похоже, заберут, да. Пл погибает, еще и вакуум под стенку, очень хороший. Спевает у тебя все-таки Квин оф Пейн, прожимает Эссенс Ринг. Там имеется руна регенерации в бутылочке, нужен еще один Блинк. Еще один Блинк есть, реген пошел. Да, вот то, что кэри забрали, это, конечно, не очень хорошая новость сейчас для команды Старлак. Он там возвращает Симбер обратно и просто месит его вчетвером. А где же команда, спросите вы? Команда подходит, вот он кукшот. Квин оф Пейн врывается с раз каста, забирает Дарксира. А здесь, скорее всего, сейчас заберут еще Никсасасина. Довольно битый убегает также Дизраптор. Нет, не убегает, уже никуда. Потому что даблкил делает Квин оф Пейн. Ну, так хотя бы хоть какой-то размен, уже хорошо. Могло быть и без разменов. По итогу. Такое происходит, легкое добивание. Да, я даже не понял, торопится. Ланцер как фармит, так и фармил. Он даже не старается реализовывать свое экономическое преимущество. Ему просто норм. Развлекается только вот Клоквер, Квин оф Пейн, Тимбер. Они там бегают и дерутся со всеми подряд. Ротунка это такой супер замес за вышку. Да, нападение Квин оф Пейн очень жадничает. Здесь в итоге рискует погибнуть сейчас, чтобы добить эту вышку. Там буквально одного удара не хватило, но вроде как выжило. И пошла охота. Никс крудется. Хотелось бы, конечно, фраг посочнее. Он хотел въехать к Тимбер, но Тимбер... Тимбер пока аккуратненько стоит и поставляется. Алибарды есть. Хукшот. Нападение на ДК. Есть просветка. Есть байбэк. Бейн вернется в драку. Кинатик Хелл пошел. Сейчас Никс Ассасина не забрали. Вакуум погибает у нас Клокверк. Все-таки съедаю здесь. С Драгонайтом. Минус два героя уже у команды Лонгинус. Убегает отсюда Дарксир. Перехватить особо нечем. Ну и... Можно там вот добить наконец-то. И странно, что его до сих пор не заденяли, да. Но забирает Дарксир все под Т2. Догнали его и наказали. Это третий фраг. Для Старлак. Ну и самое главное, что во всех фрагах поприсутствовал Фантом Ланцер. Он уже боец. Кут у него есть, он такой плотненький. Очень скоро будет Ланта. Единственное, чего он боится сейчас, это щиток Дарксир, от которого он может убежать. И, возможно, ультимейт Дезраптор. Ну, учитывая, как тяжело играется Дезраптор, учитывая, что у него 1-4. И там очень много героев, которые хотят его убить. Какой-то в Пейн, Салинс, ну или просто Клокок залететь по-быстрому. Он вынужден паковаться невыгонимо, а просто в суперзащитное этом. Ну, там, в супердешевое этом. Еще один смок бьется от команды Старлак. Куда они отправятся, интересно. Тут уже Манта Стайл почти готов. ДПЛ-а. Да, ПЛ очень богатая. Что дальше, Тарасочку? Какой-нибудь... Вариант, да. Вариант здесь неплохо заходит. Ну, после Манта. Крибочка своровал. Весел, сеточка подходит сюда. Бейн, Бейн избей... Ультимейт на ничем. Вот только сейчас Гелинсон сбивают. Но... Дарк... Нет, не выживает Драгонайт. К сожалению, все-таки сбривают. О, вакуум по-двоим, стенки нет. Есть замедление от Фотом Лансера. Пока что Грязет потихоньку арсированно убегает на Сурже. БКБ закачивается у Рейзера. Фантом Лансер за ним продолжает бежать. Въезжает сюда также Симбер. На Крапейс его подловили. Он какое-то время провел в стане. Ну, а очередные эпохи. Погибает Рейзер. Погибнет сейчас еще и Никс Ассасин. Это три фрага в копилку у команды Старлак. Что-то как-то припозднилась стенка. Ну да, просто они лучше играют. Так что, знаешь, посмотреть по замесу, они очень хорошо кликают. Там многие спилы доджатся. Многими сплами попадают. Вот. И они просто играют лучше. По многим показать. Сейчас, возможно, Рейдин будет аминус в морали, потому что, ну, им-то нужно доминировать. Хотя бы там первые 25 минуты нужно сноуболить своим пиком. Ну, обычно это подразумевается, если берут ребятки вот такой раздрафт. А по итогу это их доминирует с лансером, который уже там на 20-й минуте рядом с Т3 бегает. Это сильно бьет в морали. Есть такой момент. И аспект в игре. Ну, а в свою очередь, ребята из команды Старлак особо-то и не теряются. Спокойно ступают на базу. Сейчас пополнят ресурсы. Можно сходить на другие линии ТВ Рапа забирать. Внизу, правда, бегает Дарксир. За ним уже пришел сюда Тимберсол. Кстати, Грифсы скоро появятся для Тимбера. Мека уже есть. В каком-то ожидании? Чего только? Драк или Рошана, вот еще вопрос. Рошана, я думаю. За Родинтов так мало сейчас дают. У них маленькие ла-ла, маленькие энтеросы. У них все маленькое. И что-то бегать за ними по карте не хочется. Хочется один раз зайти на Рошана, спровоцировать Родин на драку 5-5. Бить их в этой драке и закончить. Так, ну а Лонгенус разбили Смоук. Пошли вроде бы как в атаку на Фантом Лансера. Все-таки нашел его здесь Никс Ассасин, но очень много времени на него тратят. Тем временем команда Фантом Лансера времени зря не теряет. Мидия делает фраг, забирает Дизраптора. И перетягивается к своему тиммейту. И вот она, очередная атака в Смоках, не удалась. Фин оф Пейн врывается, ничего не боится. На Рейзера. Подкоп от Никса хорошая. Рейзер вражал БКБшечку делать ТП. А вот Никс Ассасин, к сожалению, БКБшечки не имеет. Поэтому он с таверну отправляет. И никак вообще не поступит пуш против этого. Квапа и Клокверк. У одного просто колоссальная рейндж инициация. И второй герой очень быстро перетягивается. То есть тут вообще никак. Пуш не работает против подобного. Работает только за место 5 на 5, когда ребята таки дерутся вместе толпкой. Но по такой игре видно, что и за место 5 на 5 для них тоже закрыты. Если Старлакс все сделает грамотно. Ну, Рошан в любом случае падает. Плюс баунти руны. На 25-й. Так, кукшот. Поймали Дарксира. Глимсуют, конечно, подальше Клокверка. Но это не особо спасает Дарксира. Дарксира в итоге распилили здесь. Хотел сказать, как бюджет какой-нибудь. Но да. Так, а Фантом Ланцер с Аегисом готов и подраться. Ему летит уже Манда Стайл полноценно. Я так понимаю, дальше будет Линка и Башер, судя по всему. Рейзер, здравствуйте. Но по Т3, конечно, давить рановато. Там все еще стоит Т2. Поэтому, возможно, имеет смысл перетянуться наверх. Тавр забрать, потому что крипы там уже вплотную практически. Да, в идеале, спорацию Драку за Т2. Чтобы Рейденты спустились с хайграунда. Подрались, попробовали защитить вышечку. И тогда уже потом ребятки элементарно заходят. Ну, судя по всему, так и произойдет. Но Рейдент нет. Рейдент просто отдает вышку Т2. Это, значит, можно попробовать Т3. Конечно же, заходить на Т3. Нет, слушай, смог разбили, смог разбили. Идут, Рейзер идет вперед. Правда, странно, идет после падения Тавра уже, да. За что драться непонятно. Тавр упал. И все, Тавр упал. Клок там в позиции, готов врываться. Занимает подальше специально, чтобы какой-нибудь саппорта врезаться. И дать им раскистовать. В это время нападение на Queen of Pain. Накрывает ультимейтом. И вот, собственно, поздновато, поздновато бежает Клок. Очень быстро забирает Queen of Pain. И еще в итоге сам Клок сейчас рискует пострадать. Да, и он тоже в таверну. Ошибается здесь. Старлак. Фантом Ланцер, ты тоже. Беги. Почему он АФК встал? А, он что АФК. Понимаю. Ну ладно. Понимаю. Я не знаю, что сказать вам в данной ситуации. Кроме одного. Все, ну это все, что приходит мне на ум. Я понимаю, что мне нельзя это уговорить в эфире, поэтому я помолчу. Нельзя, точно. Найс игра. Павел, просто посреди драки ставит АФК два раза подряд. Бывает. Да, шехом. Да. И вот вопрос. Вопрос. Девять часов эфира. Два дня подряд. Две линейки БО-3. Четыре команды из пяти проходят. И зачем нам вот такое смотреть? Вопрос. Ну это да, хорошо просто. И зрители тоже надо уважать. Ну типа да, ПЛ просто с Айгисом. Два раза встает, очевидно, умирает. И ты такой. Ммм. Найс. А потом такой и Тимир, ой, что-то надо удовольствовать. Да, да, да. Да, вот это все. Мда. Отличное зрелище, что сказать. Ну ладно. Некоторым линам нужно обязательно показывать хорошие матчи, чтобы... Чтобы ты всегда хотел приходить на матчи и смотреть его. А когда у тебя там вот такое происходит на матчи, то я думаю, некоторые зрители скажут, да ну его нафиг. Фей, я прекрасно понимаю. Что это за фигня? Да и да, даже мне неприятно это смотреть. Это значит, это как престиж лиги. То есть у каждой лиги, там у каждого турнира есть престиж. Соответственно, на игры там одной лиги ты хочешь заходить сразу, прям сто процентов посмотреть, понимаешь, что там будет круто. А на игры другой лиги, если вот так вот будет происходить, ты как-то будешь ценить свое время и там смотреть что-нибудь поинтереснее. Ну так вопрос только в том, если вы не хотите выигрывать в этой игре, почему вы не пишете гг? Ну то есть это. Зачем вы продолжаете драться? Или что это? Или вы хотите дать гендикапа обратно? Показать, что вы все еще сильнее? Ну, даже так вы можете повезти, вот тимбер нашли в миде, сейчас заберут его. Хотя в Блатстон врывается клоу. Тимбер вроде еще как-то живет. Квин оф Пейнт здесь, БКБшки, стоит стенка от Дарксира. А я вот просто покажу ПЛа вам. Он так идиоток, не торопясь. Ну, нормально. Ну, кстати, команда без него справляется, в принципе. Да. Бежит, ускоряется, что-то как. Трое героев забрали в размер на тимбера, БКБшку прожимают отсюда, чтобы улететь Драгон Найт, за счет чего и выживает. И драка получается три в один. Ну, че, тебя ждем следующего Рошана? Ну, видимо, да. Получается, что-то. И снова реализуем Айгис. Ну, да, примерно как в прошлый раз. Да? На миде. Тут просто дичайший оверфарм. Ну, был. Сейчас вот опять же, ну, отыграли. Ну, я имею ввиду, по сравнению с кором, то есть, вот, суперсильно, то, что у лансера 16 тысяч, у Razor 12. Разор и так с лансером. На вы. На ты еще и не сазрит рел. Так у лансера еще и сверху 6000. Четыре тысячи лишних. Радиант's bottom tower is under attack. Да, видимо, ждем следующего Рошана. Прям не знаешь, вот после таких моментов даже не знаешь, что сказать в такой игре, честно. Вот прям вот. Я знаю, что говорить. Просто озвучивай то, что происходит на экране. Да, остается только это и делать. Примерно. Дизраптор движется вниз, прикрывает Рейзера. Так, а в это время в смоках движется команда из четырех человек Starluck в атаку. Их, это же легко, Саня. Точно, да. Так, ну а что тут? Ответный смок будет, наверное, от команды Longinus какой-то. Да, на него бьют. Ну, правда, Пейл в этот раз рядом, если что. Аегиса у него нет. А он рискует сейчас подставиться, да. Да, да, да. Лучшее место, чтобы пофармить для Пейла, кстати. Там рядом с вражеской базой. В одиночку. Да, еще гремсует подальше Тимбера. Что, нет? Издалека гремсует. Да, так. О, вы меня поймали. О, нет. О, нет. О, нет. По-моему, мы с тобой комментировали, да, недавно. Примерно такой же матч, там. О, на второй карте. О, нет. Там была гласная лига. Там каждая вторая карта была огонь. Так это же коллаборация, так понимаете. Двух лиг, где белый. Коллаборация. Которых мы с ним. Ребята, ребята, ребята молодцы, они делают успешный бизнес. Да. Ну, что могу сказать. Такими темпами все, возможно, и сведется к третьей решающей. Если так вот продолжить. Не, такими темпами, если Рейдент будут выигрывать, они будут выигрывать еще полчаса. Это правда. Четыре, как они играют, я не знаю. Там сколько раз уже умерли на ровном месте люди, а Рейденты до сих пор не могут преимущество захватить. Они даже не могут отыграть его, начнем с этого. То есть, значит, настолько все плохо в их пике, вот настолько все плохо в их пике, что даже если Дарр еще умрут три раза подряд, и Лансер будет оставить АПК. Не знаю, еще со следующим Айгисом, мне кажется, все равно Рейденты не смогут закончить. Квиннов ПН. Слушай, ну я не знаю, ну камон, ну ребят, ну вы, блин, Лансер умер здесь. Еще Квиннов ПН. Так. Не, не, вообще, знаешь, она могла нажать БКБ, когда Никс открылся с Вендеттой. Да, да, я про это говорю. Было секунда-две. Давай так, даже я бы нажал 30-летний там чел, даже я бы нажал БКБ. Мне кажется, работяга из чата бы нажал БКБ, когда вот видеть, сколько времени было у Квиннов Пейн, но она его не нажимала. Вопрос второй, что ты там делаешь? У тебя свой лес не фармин, почему? Не, ну тут есть алиби у любого игрока, но я просто фармил немножко. Неаккуратно, но это, как обычно, как каждый может сказать. Я просто фармил что-то. Ты ничего не скажешь человеку, просто фармил он. Так, ну что, очередной смолк от команды Лонгинус перед Рошаном прям практически. Сейчас можно встретить Тимбер. О, здорово! Ну правда, командор здесь рядышком, драться никто не хочет. Командор рядышком. Ну, кастует, кастует Бен, Тимбер живет. Вакуум под стеночку, под ультимейт Дизраптора. Хорошо, БКБшечки пошли. Тимбер погибает, Клокверк тоже. Дракопроигранная команда. Джаст Ла, Джаст Лак, нет, не Джаст Лак, просить, Стар Лак. Стар Лак забрал саппорт у нас. Фантом Ланцер тоже подставляется такой. О, нет! Мы металли били. Ирошан. Так, да, Ирошан. Вот это камбэк, вот это я понимаю. Вот это камбэк. Как же на опыте на спиле. Короче, Тимбер ради Христа собери худ. Не знаю, тут худ первой вещью считается. Вот просто первый айтем худ. Что он собрал? Он собрал лебарду. Вот сейчас была драка, он даже, по-моему, и не кинул ни в кого. Остей кинул-то я этого не заметил. Но импакт там все равно небольшой. Гвардия Грэйвис. Ну, такое. Слишком дорогое айтем дает какое восстановление жизни, там маловато. А худо нет, боже мой, худо нету. А худо отсутствует. Там щиток 170 уронов в секунду нависит. 170 уронов в секунду. Магический урон. Два щитка на двух героев. 340 уронов в секунду. Допустим, 5 секунд, да, получается где-то там 1700 уронов в секунду. Магического урона только два щитка. Куда нет. Алибарда. Алибарда помогает. Ух, как впитываю. Ух, как дизельный. Ух. Планение, ут. Кобышках отезжают в каждой драке от маги. Так, и 5000 осталось. Вот смотри, они только что отдались все вместе. Ну, по-другому это не надо, они просто отдались. Ну, да, да. Ну, по-другому это не надо, не бей меня, да. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Так, ну, на статье тут это, разделились немножко команды там, вверху кого поймали. Рейзера. О-о-о-о-о. Я понял. Ну, знаешь, здесь я уверен, возможно, Рейзер не хотел ничего такого делать. Просто реально загулял, что-то малясь. Для него это норма, да? Для него это норма, да? Он так плохо играет, что ему это уже просительно. Это не важно, потому что, смотри, вот три героя, покажи, покажи, вот две герои бегают. Драп, па-ка-ка. А он вот здесь рассекает нормально с своей пассивочкой, его все устраивает. Ну, смотри, выжил, нормально. Аегис отдал, сделал БКБ, тап-аут. Они даже не могут Аегис реализовать. Вот они вот, им отдаются много-много раз. Они даже не могут реализовать Аегис. Они не могут пойти в пятером и на вышку напасть подраться. Опа! Ну, слушай, самое время. Теперь играем по-серьезному, Саня. Ну да, сейчас хут, пайп, все, погнали. Все как положено. 37-мая хут на Тибель. Собрались. Ты знаешь, как в обычном паббе, типичном, тебе сломали все три стороны. Вы до этого друг друга там семиэтажным матом клали, а потом вдруг внезапно, вы как одна семья, начали играть максимально слаженно. Почему-то такая магия ПКД происходит. Я не знаю, как это работает в наших пабликах. Так же здесь все. Пару раз отдали, все, пора тащить. Там бабочка появилась. Правда, бабочка также на подходе и для Рейзера, судя. Потому что я видел, не, слушай, передумал. Будет Сатаник. Сатаник, по идее, с Энджин Яши, наверное, да, какая-то? Ну, обычно просто сначала с Энджин Яши берут, потом с Сатаник. Ну, окей. Главное, чтобы работало. Необычная команда с преимуществом, в которой был удар, она игру заканчивала 10 минут назад, но... Или хотя бы наращиваю преимущество. А здесь... Где сейчас драка будет очередная, возможно? Потому что наверх стягиваются ребята из команды Лонгинус. Внизу, правда, пушится линия так же... Команда из Тарлак в исполнении Queen of Pain. Queen of Pain так же практически дофармила себе Бладторн. Угу. Да, преимущество тает стремительно, так же, но все еще есть за командой Старлак. И сейчас будет драка. Драка века. Может, удары сейчас бомбайны, скажешь, давайте выигрываем эту драку и закончим игру. Все, хватит, сделайся. Тиммер опять, смотри, Тиммер идет опять вперед, получает стан. Кстати, тычку не из-под Вендетты ему дали, за счет чего они отключили пасть. Не так его легко пробивать. Но он какой-то время потанчует. Он сейчас, он сейчас уже, он сейчас уже танковал. Вопрос, где его команда, да? Вообще, на самом деле, его команда делала важные вещи. Кую, но в поинт забрала Т3. Моё уже. То есть, как бы, можно сказать, что его смерть не напрасно. Была. Так, ну а что там у ПЭЛа? У ПЭЛа бабочку мы отмечали, БКБ будет дальше. Передумал пока что собирать себе Беслаблей. БКБшка тоже будет крайне полезной. В драке здесь понятно. Знаешь, что меня еще напрягает у Старлак? Очень мало сентри по карте. А, все нормально. Вот, ПЭЛа подали забрать, гримисовать. Ну вот я про это говорил, то, что Никс Ассасин бегает, как у себя дома. Да. Ты что, зачем тебе сентри? Выдешь Никса, выживешь. Так, баунти руны. Ну, слушай, если... Я, знаешь, я хочу узнать только одну, какой был кэф. Да. Ну, я думаю, ты можешь у ребят в чатике спросить, там сидят, периодически, знаешь, там готовят. Да, какой реально был кэф, вот, то есть, когда у них сколько было преимущества? Ты что, 10, наверное, 11, сколько них там было. Надо посмотреть по графикам. Я уже забыл, честно. У них, ты понимаешь, у них и сейчас преимущества. Как будет смешно, я звучал. Но когда у них было 10 тысяч преимущества, какой-то был кэф вот на 28-й минуте. Так, ну что, падает мид у команды Старлак. Тимбера пока что сэвид, КП не врывает, ее вакуумом притягивает, Велинку сбили. БКБ мы не жмем, потому что она в кулдауне. БКБ за то, что мы трейзер, в итоге никто не погиб. Более бараки пока что под защитой бэкдора. И это только минус Т3. Да, и линии запушены, другие крипы. Уже скоро дают до чужого хайграунда, там две. Катапульта, тут еще и драка вроде намещается. Опять Никс бегает, посидят. Да, Тимбер врывается куда-то, забирает Бэйна. Тимбер тоже погибнет, скорее всего. Врывается Клок уже поздно. Кудыка говорит, ну окей, давай подеремся. Ой, все, короче. Пишите ГГЭ, господи. И по гучу вы мучаетесь, я не знаю. Ну просто реально это... Мне даже больно на это смотреть. Я уже представляю, каково вам. Эмили игрокам. Ну ждем третьего Рошана. Че, Сатаник готов? Там уже Т4 артефакта выпадают. Лампа, я смотрю, Пэйла появилась. Ниджи Гир, ооо, неплохо. Дизеравтор будет рад Ниджи Гир. Хорошие аэтомы, кстати, выпали. Рейдентом. Мое уважение. Все три хорошие хайты. Четвертый какой-нибудь. Эх, или Зорик Эйп, бы сейчас Фантом Лансера, да хотя... Четвертый. Четвертый еще не выпал. А, ты имеешь в виду, по количеству не выпали еще? Ну я про Рейдент, говорю, да, М4 еще. Ну все три аэтома хорошие, хорошие. Про Дэр я молчу. Там... Помойка... Сейчас, подожди. Да, там помойка фликер и лампа, которая... Да, лампа так себе. Фликер вообще не котируется. Ну это, знаешь, что уж прям совсем нечего взять. Можно поруфлить. Но, как правило, взять есть, что пополезнее. Смотри, Никс заходит просто на ХГ. Просто на ХГ, но тут есть. И ума, 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 смотри. А, смотри, где находится ДК и Даркстер. Посмотри, где они находятся. Так, Никс выживает еще. Он у меня недолго жил. Нет, Никс не выживает. Посмотри, где находится Даркстер. Посмотри, где находится Даркстер. Посмотри, где он находится. Вот здесь он находится. И ДК. Вопрос. Почему Никс забегает на Т3, когда его команда вообще находится на своей плане карте? Потому что, возможно, он думал, что раз, нигде Вижена нет, то и там нет. Я забегу, такой, оп-оп-оп, и всё. А там, хоп, и сэнтри, такой, о, блин, ну как так? Рошан появился, третий, что, кстати, лежит, давайте посмотрим, агоним. Имеется в Рошане. Что это такое только что было? Там все дружно просто накинулись на иллюзию или... в лесу, мне показалось. Знаешь, там чатики начинают рофить, когда две команды активно хотят проиграть. Кстати, это примерно так и выходит, причём, да. Причём в один момент мне кажется, что даже... Даже Лонгинус хотят победить, но они не могут этого сделать, потому что каждый раз всё делают очень плохо. Тут реально нет вардов, ничего нет, нет, невижно. Заходи, никакая чё, ну, просто не могут. Просто не могут дойти. Вот они, максимум, сломали Т3. О, жесть. Ninja Gear появляется также для команды... А, JustLuck? О, StarLuck, простите, я не знаю, почему JustLuck. Всё, приелась. Так, поговорка, это, не знаю, название команды. NoLuck, JustKill. Вот так вот. Так, Рошан, третий. Ну всё, сейчас, возможно, будет решающая битва. Потому что сюда в самогах уже бегут. Ага. Выспевают, кстати, успевают. О, забегает Razor. О, будет тут Рошан и Бетин, правда, залутались уже, ребята, из команды. Но хорошая комбинация. Вакуум под Ultimate Disruptor. Там сыр был съеден, Квиннов Пейн дерётся. Аегис был выбит. Нужно второй раз как-то попытаться забрать Phantom Lancer. А, он даже не попытался из драки-то уйти, да? Он... Я понял. Кто? Окей. Есть байбэк, если что. Курьера подрезали с... Ninja Gear. Драка проигранная для команды. Старлак, а кому дали Аганим? Мак, вы нахуй, всё понял. Бэбэк от Лансера, да? Морально волевой. Ну всё, надо ещё раз умереть и заканчивать. На волевых. Да, это шанс. Прям ща прыгаешь один во всех и заканчиваешь. И го третьим. Найз спрятался на них с Ассаси. На базе. Так, Бэбэк от Тимберсо. Хорошо, барак упал. И... Хукшот. Подловили. Неплохо. ДК, но там форстафики. Никс Ассасина. Бьют пока что закопанного. Вакуум. Хорошо. И подкоп. Хорошо. Ультимэй Дизраптора. Шикарно. Ну и минус Никс Ассасин. Никс Ассасин погиб. Фантом Лансер сейчас погибнет после байбэка. Нормально. Всё. Сводим к третьей карте. Изи ГГ. Поздравляем. С победой. Ребят с команды Лонгинус. Да. А что, ГГ? Аминь. Почему ГГ не пишут? Да, я не знаю. Ну. Вас же уже никто не обвинит. Вас Лансер 100 секунд в таверну. Ярист Александр к вашему слугу. Ну типа да, всё условие есть, знаешь. Было бы странно, если бы написали ГГ после того момента, когда Лансер два раза до. Кстати, тут Квин оф Пойн умудряется ещё даблкил оформить. Да. Ей, игра продолжается. Я понял. 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 Тогда у меня несколько вопросов есть по игре. Вообще в целом. Трэнди настолько... Так, неужели в команде настолько разлад, что они не могут договориться, выигрывают они или проигрывают, потому что как-то действия Фантом Лансера и Тимбера не складываются с командными действиями в целом. Потому что Квин оф Пойн взяла, просто убила полкоманды. Да бог с ним. Я про Радиент, который даже имея вот уже все возможности, и Фантом Лансера без ББК, они даже при таком раскладе не могут адекватно закончиться. Преимущество, как бы смешно не звучало, всё ещё с Таргетайр. Причём серьёзно, 10 тысяч, так. Просто сторону потеряли они. Так там уже кэри получается не Фантом Лансера, а на Квин оф Пэйн. А то смотри, как наваливает. Там сейчас левелер решает на опоздание. Прошура 30-й левел, кстати, зарешает ещё. Всё, минус Никс Ассасин на 100 секунд в таверну, тоже без байбека. Чё, это камбэйш, чё? Чё, это гэш, что ли? Внезапно. Камбэйшные мужики. Что мы только что посмотрели? Дмитрий. Что же, жесть? Минус вторая сторона. То есть, и вот в CD гадает, они так плохо играют реально, вот, одни и вторые? Я, я, насчёт Старлак, я уверен, что нет. Уверен. Вот, насчёт Лонгелос, ладно. Здесь прям очевидно было. Ну, последняя сторона осталась. Байбека от Рейзера, кстати, шедевральный. На последних секундах. Как тебе? Фирменный. Да. Я так обычно делаю в Фабе, когда... Как раз, как раз, две стороны, что обмали. Я обычно так в Фабе делаю, когда, знаешь, тебе ломают уже все стороны, типа, знаешь, ты, типа, байбекаешь, умираешь и всё. Там, типа, таймер нереальный, можно уходить уже. Да ломает без тебя. Рейзера поймали, во-во-во, кстати. Вот, после байбека, всё, Рейзер погиб. Нормально. Нормально. По стратегиям. Работаем. Ну, теперь это ГГ точно, да, ведь? Да? Ну, запал. Да, ГГ, всё, всё, всё. Жирная точка поставлена. Ух, ну, вот это поворот. Александр, я вас поздравляю. Это две карты вместо трёх. Две карты вместо трёх, ну какая? Какая карта с камбэками, интригами и переворотами на второй? Не часто такое встретишь? Ух, да. Да, вот это жесть, конечно. По статистике, я хочу графики посмотреть, да, да, у нас гималайские горы, не знаю, сначала вели одни, другие, там опять вели, опять проиграли, да уж. Ну что, Дмитрий, могу вас поздравить с окончанием рабочего дня только, вот, долгого. Мы с тобой с утра с самого шести часов в эфире правильно сидим? Да. Да, давай посмотрим, что у нас. Одиннадцать часов у нас эфир, да? Почти, почти двенадцать. Ну, считай, смену на заводе отработали. Ну, это, да. Так вот, вот, циркли бичи так и должны работать. Ну, так и есть. Деведик тоже не спорит. У нас получается пока ситуация, что Старлак лидирует, они пока не проиграли ни одной карты вообще, даже несмотря на то, что очень хотели. В смысле, судей, по последней. И вторую позицию пока что занимают UKW. Но, опять же, об этом рано судить, там еще играется параллельная встреча Blaze против UKW. Но там, скорее всего, Blaze проиграет, потому что UKW уже первую выиграли. Получается, они занимают второе место, но Blaze пока что без очков вообще и первый кандидат по-хорошему на то, чтобы не пройти. И вообще, по идее, мне интересен вопрос, если Blaze проигрывает еще две серии и вообще потеряют шансы на то, чтобы пройти, имеет ли смысл дальше играть этот Wild Card? Вот, первый вопрос. Потому что, подожди, если сейчас они вот этот, они уже, нет, вот, если сейчас они проигрывают, все, им дальше играть смысла нет. Они уже никак не воруются на топ-4. Да, и самое забавное, что если вот они сейчас проигрывают, и мы сразу найдем самое слабое зумо, я уверен, что они и дальше будут играть все эти бессмысленные, бесполезные матчи. А какой смысл, если у тебя все равно четыре команды пройдет? Ну, то есть, какой смысл завтрашнего дня? Ну, я вообще не вижу, да, смысла в том, что, честно говоря, они делают, и частично в том, что мы делаем. Я в этом смысла вообще не вижу. Я считаю, что этот формат, это какой-то, не знаю, какой-то рофл, и никому не интересно смотреть на матчи, которые ничего не решают. Никому. Мне даже, я говорю, даже командам не интересно играть матчи, которые ничего не решают вообще. Окей. Ты знаешь, даже матч в паблике что-то решает, он хотя бы дает рейтинг, и рейтинг, это, знаешь, такая визитная карточка, ее хотя бы, ну, улучшают. А здесь вообще вот ноль смысл. Ноль. Ладно. В общем, смотрели мы за Wild Card, ребят, сегодня. Замечательный такой вот у нас получился день. Что, я даже не знаю, кого поздравлять здесь по истечению дня. Поздравить, наверное, стоит нас, что мы все-таки досмотрели это, и вас, что вы тоже это лицезрели. Опять же, напоминаю, что у нас параллельно идет также очень много турниров, поэтому Dota с вами не прощается. Там сейчас вот должны, там Epic Leak Origin идет параллельно, там должна, по идее, Даша врываться. Также вечером у нас будет BTS от Mortalis с Adequat, тоже обязательно приходите посмотреть. И BTS сейчас идет, или, наверное, уже закончилось. Я уже потерялся просто во время, наверное, закончилось. Там работают у нас параллельно Force и Lex. В общем, завтра у нас, по идее, по идее, должна продолжиться эта серия Wild Card. Завтра играет NT Blaze против, и еще будут играть UKW против Longinus. Но только вопрос, будут ли они играть или нет, все еще открыт. Не знаю, это уже к организаторам, но не к нам. Мы, как говорится, люди подневольные. Так что обязательно приходите посмотреть, если вам все же интересно, какая из команд не пройдет. Ну, а мы на сегодня будем с вами прощаться. Спасибо большое, что смотрели. До скорых встреч. Пока-пока. Еще услышимся.